Полусфера, дуга, змейка, имитатор вратаря и тренажер паса. Это далеко не весь перечень инвентаря, которые будут использовать на индивидуальных тренировках хоккеисты спортивной школы Олимпийского резерва труд. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между администрацией Ненецкого округа и компанией «Лукойл» здесь открыли полноценный тренировочный комплекс. На презентации шрибодрома побывала и наша съемочная группа. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва труд Тимур Плашкин и Ярослав Шамилайте с одними из первых оценили возможности новых тренажеров. Хоккейной секции спортсмены, подающие большие надежды, занимаются более семи лет. Признаются, с нетерпением ждут индивидуальных тренировок на шайбодроме. На ледовой арене мы отрабатываем более командные упражнения. А здесь можно приходить индивидуально с тренером и заниматься по поставке точного броска точного паса. Тут можно заниматься группой людей, и у каждого будет свое индивидуальное задание. И так по станциям выполнять. Таких тренажерных комплексов по всей России не более 30. Даже в крупных городах не могут похвастать их наличием. Теперь один из них появился у нас в Заполярье. Благодаря компании «Лукойл» – надежного партнера округа. Мне уже сложно перечислить, сколько совместных проектов мы реализовали. И очень приятно, что компания «Лукойл» очень трепетно относится именно к спортивным предприятиям, к спортивным сооружениям, которые мы здесь продвигаем. Я хочу напомнить прекрасный корт, который построен сегодня, радует жителей нашего округа. И тоже надо сказать, что корт построен на мировом уровне, с точки зрения покрытия и всего оснащения. Сегодня мы открываем вот этот шайбодром. Но я надеюсь, что вот в этих условиях наши ребята оттренируются, они получат действительно научно-мастерски владеть плюшкой, бросать точно в ворота шайбу. И в следующем году со сборной Архангельской области, когда мы будем, мы уже наконец справедливо эту команду купить. С разгромным счетом, как они у нас в этом году. Как отметил в свою очередь генеральный директор «Лукойл» Коми Александр Голованев, в условиях заполярья жизненно необходимо наличие развитой социальной инфраструктуры, которая сохраняет жизнь и здоровье жителей региона, позволяет заниматься спортом и повышать качество жизни. Вообще хотелось бы, чтобы Арктика была и престижной, и максимально комфортной территорией для проживания. Но я уверен, что данный тренажер позволит находить и воспитывать новые наши спортивные дарования среди наших маленьких хоккеистов. И они будут уже в ближайшее время достойно представлять регион на соревнованиях различного уровня. Но еще раз всех с праздниками и новых побед нас. Как отметил директор спортивной школы Олимпийского резерва труд Алексей Гербов, шайбодром будет активно использоваться для индивидуальных тренировок спортсменов. На самом деле нам этого тренажерного комплекса очень не хватало. За океаном, в Канаде, в США, такие комплексы распространены. И время занятий в таких тренажерных комплексах до 50%. Это очень важно, очень нужно. Не обязательно все проводить на льду. На льду больше вопросы катания отрабатываются каким-то таким навыком. А здесь именно можно индивидуально поработать в спокойной обстановке. По словам Алексея Гербова, новый тренировочный комплекс позволит спортсменам оттачивать свое мастерство и выходить на еще более высокий уровень. Ну а чтобы тренировки хоккеистов проходили в полной боевой готовности, администрация Ненецкого округа совместно с компанией «Лукойл» в связи с празднованием 90-летия региона передали в пользование спортшколы труд комплекты хоккейных клюшек. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.